Предвоенная ситуация. В декабре 1933 года правительствами Франции и СССР было выдвинуто совместное предложение заключить договор о коллективной безопасности и взаимопомощи Финляндии, Чехословакии, Польше, Румынии, Эстонии, Латвии и Литве было предложено присоединиться к этому договору. Проект, получивший название «Восточный пакт», рассматривался как коллективная гарантия на случай агрессии со стороны нацистской Германии, но Польша и Румыния отказались вступить в альянс. США не одобрили идею договора, а Англия выдвинула ряд встречных условий, включая перевооружение Германии. Весной, летом 1939 года СССР вел переговоры с Англией и Францией о совместном предотвращении и тало немецкой агрессии против европейских стран и 17. Апреля 1939 года предложил Англия и Франции взять на себя обязательство оказывать всяческую, в том числе и военную помощь восточноевропейским странам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с Советским Союзом, а также заключить сроком на от 5 до 10 лет соглашения взаимопомощи, включая военную. В случае агрессии в Европе против любого из договаривавшихся государств прибалтийские страны после опыта Мюнхена не верили, что Великобритания и Франция реально выполнят свои обязательства по их защите в случае германской агрессии. Поэтому правительство Эстонии, Латвии и Финляндии заявили, что всякую гарантию, данную без их просьбы, будут рассматривать как акта агрессии, после чего поспешили заключить пакты о ненападении с Германией. При этом Германия и не только обещала не нападать на прибалтийские страны, но и гарантировала помощь в случае агрессии СССР. Это вызвало у прибалтийских правительств ощущение безопасности. Высокопоставленные немецкие военные посетили балтийские страны и вели там переговоры о военном сотрудничестве. По сообщению германского посланника в Таллине, начальник штаба эстонской армии РЭК заявлял ему, что Эстония может содействовать Германии в установлении контроля над Балтийским морем, в том числе в минировании Финского залива против советских военных кораблей. Одновременно с проведением переговоров с Великобританией и Францией, Советский Союз летом 1939 года активизировал шаги к сближению с Германией. 23 августа 1939 года был заключен договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Согласно секретному дополнительному протоколу предусматривалось включение Эстонии, Латвии, Финляндии, Восточной Польши и Бессарабии в сферу интересов СССР. Эстония в 1939-1940-1 сентября 1939 года германская армия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война. В соответствии с планом, польская подводная лодка «Орел» с началом войны вышла на патрулирование в назначенный район Балтийского моря. Из-за захвата немцами военно-морской базы «Хель» «Орел» не мог вернуться назад и получил приказ идти в любые нейтральные порты интернироваться. Капитан решил ввести лодку в Таллинн. 14 сентября лодка получила разрешение ошвартоваться на рейде «Пайсар». Однако в полночь 18 сентября экипаж захватил лодку, связав эстонских часовых, после чего увел ее в Великобританию, по пути высадив захваченных эстонцев на шведском побережье. Советский Союз заявил, что Эстония нарушила нейтралитет, предоставив убежище и помощь польской подводной лодке. 19 сентября Вячеслав Молотов от лица советского руководства возложил ответственность за это происшествие на Эстонию, заявив, что Балтийскому флоту поставлена задача отыскать подлодку, поскольку она может угрожать советскому судоходству. Это привело к фактическому установлению морской блокады эстонского побережья. 24 сентября для подписания договора о торговле в Москву прибыл министр иностранных дел эстоника. Сельцер после обсуждения экономических проблем Молотов перешел к проблемам взаимной безопасности. В ультимативной форме он предложил заключить военный союз или договор о взаимной помощи, который вместе с тем обеспечивал бы Советскому Союзу право иметь на территории Эстонии опорные пункты или базы для флота и авиации. Сельцер попытался уклониться от обсуждения, ссылаясь на нейтралитет, но Молотов заявил, что Советскому Союзу требуется расширение системы своей безопасности, для чего ему необходим выход в Балтийское море. Если вы не пожелаете заключить с нами пакта взаимопомощи, то нам придется искать для гарантирования своей безопасности другие пути, может быть, более крутые, может быть, более сложные. Прошу вас, не принуждайте нас применять силу в отношении Эстонии. В условиях, когда Латвия и Финляндия отказались оказать Эстонии поддержку, Англия и Франция не в состоянии были ее оказать. А Третий Рейх рекомендовал принять советское предложение. Эстонское правительство пошло на переговоры в Москве, в результате которых 28 сентября 1939 года был заключен пакт о взаимопомощи, предусматривающей создание на территории Эстонии советских военных баз и размещение на них советского контингента численностью до 25 тысяч человек. Сталин по окончании переговоров с эстонской делегацией заявил Сельтеру. Правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с Советским Союзом. С вами могло бы получиться, как с Польшей. Польша была великой державой. Где теперь Польша? Кавычка точка. 28 сентября 1939 года в Москве Ребурентроп, среди прочего, подписал особый протокол, в котором содержались обязательства советской стороны не препятствовать выезду в Германию граждан Рейха и лиц немецкого происхождения с территорий, советской сферы интересов, а также вывозу их имущества. В этом вопросе совпали ожидания всех сторон. Балтийские немцы, ожидавшие еврейско-коммунистического террора в ответ на их открыто выражаемые надежды на скорый приход нацистских войск, получали возможность покинуть опасные места. Прибалтийские государства очищались от представителей нетитульной нации, а Третий Рейх укреплял военно-экономический потенциал за счет арийских переселенцев, получающих земли на западе Польши. Из Эстонии в Германию выехало от 12 до 18 тысяч балтийских немцев. В соответствии с советско-эстонским договором, Эстония обеспечивала за СССР право иметь на островах Сарима, Хиюма и в городе Палдийский базовоенно-морского флота с ограниченным контингентом обслуживающего персонала. Базы эти сдавались в аренду. Границы баз, их точная дислокация, численность войск и цена аренды предусматривались особым соглашением. Для предотвращения выступлений эстонских коммунистов Нарком иностранных дел Молотов 23 октября 1939 года отправил полпреду СССР в Эстонии. К.Н. Никитину телеграмму нашей политики в Эстонии в связи с советско-эстонским пактом взаимопомощи вы не поняли. Из ваших последних шифровок видно, что вас ветром понесло по линии настроений советизации Эстонии, что в корне противоречит нашей политике. Вы обязаны наконец понять, что всякое поощрение этих настроений насчет советизации Эстонии или даже простое непротивление этим настроениям на руку нашим врагам и антисоветским провокаторам. Вы таким неправильным поведением сбиваете с толку эстонцев вроде Пипа, который думает, видимо, что ему теперь необходимо говорить про советские речи 7 ноября. Вы должны заботиться только о том, чтобы наши люди и в том числе наши военные в Эстонии точности и добросовестно выполняли пакт взаимопомощи и принцип невмешательства в дела Эстонии и обеспечить такое же отношение к пакту со стороны Эстонии. Во всем остальном, в частности 7 ноября, вы не должны выходить за обычные рамки работы полпредства. Главное, о чем вы должны помнить, это не допускать никакого вмешательства в дела Эстонии. 25 октября 1939 года Сталин заявил Димитрову. «Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияние Советского Союза ряд стран. Но для этого нам надо выдержать, строго соблюдать их внутренний режим и самостоятельность. Мы не будем добиваться их советизации». Придет время, когда они сами это сделают. 11 ноября 1939 года итальянский посол в Эстонии Вейчик Канарди сообщил в Рим. В настоящий момент Советский Союз не заинтересован в ускорении хода событий в Прибалтике, когда во время прибытия русских войск в Эстонию представители местных коммунистов направились в советское полпредство. Чтобы передать послание Сталину, то полпредство само попросило эстонскую полицию вмешаться и арестовать их. Утверждается, что московское правительство сообщило эстонскому правительству о своем намерении не только не одобрять ни одного движения местных коммунистов, но и оставить за эстонским правительством полную свободу противодействия этому и даже подавление с использованием в случае необходимости крайних мер. С началом Советско-финской войны в прибалтийских странах произошла резкая поляризация политических сил. Прессы и деятели правых партий стали пропагандировать идеи защиты свободы и независимости от русских завоевателей. Активизировалась Балтийская Антанта, которая до подписания пактов с СССР не собиралась почти год, а лишь с декабря 1939 года по март 1940 годов состоялись уже две ее конференции. Секретно намечая способы борьбы против растущего влияния СССР при Балтике, 16 июня 1940 года Молотов вручил эстонскому послу ноту, который требовал немедленного ввода в Эстонию дополнительного контингента советских войск численностью 90 тысяч человек и смещение правительства, угрожая в противном случае оккупации Эстонии. Пятый спринял ультиматум 17 июня 1940 года. В Таллинн вступили советские войска, одновременно на рейде встали корабли Балтийского флота и был высажен морской десант. Советские военные продиктовали президенту Эстонии Пятцу состав нового правительства во главе с Яханюсом Варесом. Фактически руководство страной осуществлялось посольством СССР. Начались аресты и депортации граждан Эстонской республики. По распоряжению советского представителя Жданова были проведены внеочередные выборы в парламент. По официальным данным в них приняло участие 591 030 граждан или 84,1% от общего числа избирателей. За кандидатов Союза трудового народа проголосовало 548 631 человек или 92,8% от числа голосовавших. Выборы прошли с нарушениями действующих законов, в том числе Конституции. Результаты были фальсифицированы. 21 июля первая сессия парламента нового созыва приняла решение об установлении в стране советской власти и образовании эстонской советской социалистической республики. 22 июля была принята декларация о вступлении Эстонии в состав СССР. Депутаты обратились с соответствующей просьбой и к Верховному Совету СССР. 6 августа 1940 года 7 сессий Верховного Совета СССР приняла постановление о принятии в состав СССР эстонской СССР. Большинство историков и политологов характеризуют этот процесс как оккупацию и аннексию. Согласно официальной российской трактовке ввод советских войск нельзя называть оккупацией, поскольку решение о вхождении прибалтийских стран в состав СССР в 1940 году было оформлено юридически корректно и ввод войск был осуществлен в соответствии с договором между Советским Союзом и Эстонией. США и ряд других стран эту аннексию признали де-факто и не признали де-юре. Эстония в составе СССР. В 1939 году территории Эстонии, Латвии и Литвы были аннексированы СССР, что стало следствием подписания и СССР и нацистской Германии. В августе 1939 года договоры о ненападении между Германией и Советским Союзом и договоры о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер интересов этих двух держав в Восточной Европе. 11 августа 1940 года было принято решение о создании на территории Эстонии, Латвии и Литвы прибалтийского военного округа. 13 августа 1940 года в Риге было создано управление округом, а 17 августа округ переименовали в Прибалтийский особый военный округ. 17 августа 1940 года наркомобороны С. Тимошенко издал приказ о преобразовании существующих в Эстонии, Латвии и Литве армии в территориальные корпусы, которые вошли в состав РККА. Вооружение, техника и форма одежды сохранились, но вместо погон были введены знаки различия начальствующего состава Красной Армии. Эстонская армия стала 22-м стрелковым корпусом РККА. Согласно отчету Комиссии по расследованию преступлений против человечности при президенте Эстонии, опубликованному в 2001 году, В течение года до начала войны между Советским Союзом и Германией в Эстонии было арестовано около 7 тысяч человек, из которых было казнено по крайней мере 1850, в основном по обвинению в антисоветской деятельности. 14 июня 1941 года, согласно записке Наркома НКГБ Меркулова, на поселение в отдаленные районы Советского Союза было выслано 5 тысяч 978 человек и арестовано 3 тысяча 178. По данным современных исследователей, было направлено на поселение 6 тысяч 328 человек. Всего же из Эстонии на поселение и в лагере военнопленных было выслано 10 тысяч 16 человек. Оборонительные бои в Эстонии После начала Великой Отечественной войны войска 18-й армии и немецкой группы армий «Север» 5 августа вышли на дальние подступы к Таллину. Наступление 26-го армейского корпуса привело к рассечению войск Советской 8-й армии на двое. 7 августа немецкая 254-я пехотная дивизия вышла к побережью Финского залива на восточнее Таллина, перерезав железнодорожную и шассейную дорогу Ленинград-Таллин. 10-й стрелковый корпус отошел в район Таллина, а 11-й стрелковый корпус в район Севернее Чудского озера. После выхода к морю 26-й армейский корпус стал развивать наступление на Нарву 93-й и 291-й пехотными дивизиями, а 254-я пехотная дивизия развернулась на 180 градусов и направились к Таллину. Длившаяся до конца августа оборона Таллина сковала крупную группировку немецких войск, оказав существенное влияние на боевые действия на Ленинградском стратегическом направлении. От 26 до 30 августа Балтийский флот, совершив прорыв через выставленное немцами минное заграждение, эвакуировал 10-й стрелковый корпус из Таллина в Ленинград. На Манзунских островах советские войска продолжали обороняться до конца ноября. С аэродромов на островах Архипелага совершались авианалеты на Берлин. С началом войны между Советским Союзом и Германией было мобилизовано около 50 тысяч эстонцев в призывном возрасте, из которых 32 тысяч человек были отправлены в СССР. Летом 1941 года сотни эстонцев ушли в лес и образовали там отряды лесных братьев. Многие бежали в Финляндию, где вступали в финскую армию. Советской властью из добровольцев жителей Эстонии, подъезживавших советский строй, были сформированы истребительные батальоны, которые боролись с отрядами лесных братьев и диверсантами. На территории Эстонской ССР были сформированы 27 эстонских рабочих полков и истребительных батальонов общей численностью 10 тысяч бойцов. Два отряда милиции, два отряда железнодорожников, построены 4 бронепоезда. В общей сложности в оборонительных боях на территории Эстонской ССР в составе 22-го эстонского корпуса и иных частей Красной Армии, Балтийского флота и рабочих батальонов принимали участие свыше 20 тысяч эстонцев. Согласно отчету Комиссии по расследованию преступлений против человечности при президенте Эстонии, опубликованному в 2001 году за лето 1941 года в результате казни органами НКВД заключенных, которых было невозможно эвакуировать ввиду немецкого наступления, погибло 2000 человек. По оценке российского историка Александра Дюкова, это число сильно завышено и на самом деле в тюрьмах было расстреляно без суда и следствия 226 человек и по приговорам военных трибуналов 140 человек.